Он пришел к нам из цирка. Он был акробатом. Выступал не только в нашей стране, но еще и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в цирке Дюссалей. И удивительное дело, чтобы человек, который занимался акробатикой, стал звездой в нашем юморе. А ведь он стал им не только потому, что он замечательно рассказывает анекдоты, как никто, но и потому, что он совершенно феноменально делает монологи. Игорь Маменко. Два друга хорошенько выпили, легли отдыхать. На утро проснулись с жесточайшего похмелья. Один из них практически не умеет разговаривать. У него жесточайшая засуха во рту. У него там работает цементный завод. Аквариум выпил еще ночью. Пытается обратиться к своему другу за помощью. Получается очень плохо. Рот практически склеен. Получается вот такое. А? Крррр. Кррр. 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 Сейчас куплю. Ушел в магазин, возвращается через шесть часов. Этот его честно ожидает. Увидел своего друга, воспрял надежды. Наверное, принесли попить. Ай, мама. А-а-а. Кррр. 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 Крр. Перепил был поражен. Такой стрельбой было понятно сразу. Потому что улетая, он обгадил немцев с головы дано. Короче, когда мы вернулись в лагерь, из трофеев у нас был только погибший от поноса перепил. Чтоб подбодрить немцев, я решил рассказать им охотничью байку, как можно охотиться на зайца с помощью кирпича. Кладешь на заячью тропу кирпич, посыпаешь его перцем. Заяц бежит по тропе, видит кирпич, думает, что это морковка. Подбегает, нюхает кирпич, перец попадает ему в нос, заяц чихает, бьется головой об кирпич и погибает. Немцы выслушали историю с каменными лицами. На следующий день выдвинулись в лес пешком. Через каждые 10 минут немцы требовали привала. На седьмом привале я потребовал объяснений. Оказалось, что рюкзаки у немцев полны перца и кирпичей. Так ничего и не застрелив, мы вышли к лесу охотиться на уток. С юмором у немцев оказалось совсем хреново. После трехчасовой бесполезной стрельбы по уткам я им сказал, что или утки высоко летают, или они низко подбрасывают собаку. Немцы даже не улыбнулись. И когда в следующий раз над ними взлетели утки, я увидел, как собака Михалыча летит им навстречу. Глаза у собаки были как блюдца. Утки увидели летящее навстречу животное, стали нестись прямо на лету. Причем неслись утки обоих полов. И собака тоже. Так ничего и не застрелив, мы пришли в лес и устроили небольшой пикник. Тут, неподалеку, на пригорочек вышел огромный медведь и стал чесать спину о березах. Ганс дуру выстрел в медведя утиной дробью. И случилось страшное. Он попал. Медведь не вынес столько фамильярности и кинулся в воду в нашу сторону. И я понял, что попали мы все. Обычно медведи плавают по-собачьи. Оказалось, что обиженные медведи склонны к батерфляю. А испуганные немцы склонны к галопу. Они перебежали речку, не замочив штанин. И растворились на деревьях в близлежащем лесу. Медведь кинулся было на пару деревьев, но немцы шустро переспрыгивали с ветки на ветки. В глазах косолапого читалось удивление. Таких белок он еще не видел. После этого незваный гость распотрошил все наши рюкзаки, сел на немецкую губную гармошку и стал пожирать наши припасы. Когда тушенка, сгущенка, хлеб и мыло были съедены, губная гармошка под медведем вдруг заиграла. Медведь выдувал музыку минут сорок. Потом он обильно пометил все наши вещи и ушел в чащу. Вещи, которые находились на нас, мы пометили сами. Трое суток мы пытались сманить немцев с деревьев. Мы жрали у них на глазах баварскую колбасу, шнапс и пиво лили с рекой. Спасибо кредитке Ганса. Мы даже уговорили местную повариху Надю побегать голой вокруг деревья. Но немцы не сдавались. Пока на запах шнапса не прилетел вертолет МЧС и не сдул немцы вздеревья. Сейчас они уже проходят реабилитацию в местной ветеринарной клинике и уже идут на поправку. Да, пока жива Русь-матушка. Кто к нам за трофеем придет, тот сам трофеем может стать. Спасибо. Игорь Моменко. Вот удивительное дело. Ну, казалось бы, человек, который женат, он, ну, хорошо знает женскую логику. Может о ней рассказать, потому что с этой логикой он встречается каждый день. Вообще женская логика это полное отсутствие всякой логики. Но вот то, что человек, который не женат и никогда не был женатым, знает все об этой женской логике, это уникальное явление. И называется это уникальное явление Сергей Дроботенко. Был у меня такой номер «Женская логика». Прошло много лет. Я за эти годы столько смешного услышал от окружающих женщин. Конечно, появилось продолжение «Женская логика 2». Но мы с ней сталкиваемся постоянно. Я был на гастролях в Крыму, подъезжаем с коллективом к Евпатории. Небольшой магазинчик при въезде закрыт. На дворях висит объявление, написанное, наверное, от руки женщины-продавцом. Надпись потрясающая. «Ушла на базу. Приду, когда вернусь». Главное, не придраться. Недавно на концерте в Тюмени поднимается на сцену женщина и говорит, как всегда, убийственную фразу. «Сергей, здравствуйте. У меня растет сын. Посоветуйте, как сделать так, чтобы он вырос таким же смешным, как вы и таким же талантливым, как Сергей Зверев. То, что вы услышите, друзья мои, придумано не мной. Это придумала ее величество женская логика. Самый лучший в мире автор. Я это только записал. И я не устаю повторять. Что мне больше всего нравится в женской логике, так это полное отсутствие логики. Как замечательно сказала одна мадам, девочки, поверьте мне, есть мужик, есть куча проблем. Нет мужика, есть одна проблема. Нет мужика. Я готов ходить за ними и записывать каждую фразу. Как вам это? По-моему, это сказано гениально. Девчонки, если деньги мерить кучками, тогда у меня ямка. Я обожаю приметы женской логики. Выпрямила волосы к дождю, уложила волосы к ветру, вышла из дома ненакрашенная, на голове черти что, значит, встретишь всех знакомых. Одна женщина в церкви молилась. Господи, дай мне любви, чтобы понимать мужа. Дай мудрости, чтобы прощать его. Силы не прошу, а то еще зашибу ненароком. Мужская логика и женская это две разных вселенных. Если мужчина говорит, вчера мои соседи сверху, затопили моих соседей снизу, что, скорее всего, он скажет дальше? Ну, наверное, слава богу, нас пронесло. Что скажет женщина? Вчера мои соседи сверху затопили моих соседей снизу. Я не поняла, меня что, игнорируют? А это уже суровые семейные будни. Жена говорит мужу, слушай, я на вечер гостей пригласила, одного стула не хватает, сходи к соседям, посиди у них. Вечер. На кухне он и она курят. Он говорит, послушай, ну, чтобы хоть как-то изменить нашу серую жизнь, ну, может, есть смысл изменить друг другу. Жена. Бесполезно, я уже пробовала. Женщина и мода, две верных подруги, неразлучных всю жизнь. Наш великий кутюрье, Вячеслав Зайцев, такие перлы выдает своим девочкам, моделям. Я один раз присутствовал на дефиле. Одной несчастной девушке он сказал, дедушка, если вы надели высокий каблук, высокий каблук, идите как королева, как королева, а не как парализованный кузнечик. В его модном магазине женщина примеряет платье, продавец устало говорит, женщина, ну вы что, не видите, это платье вас полнит. Женщина, платье, слава богу, а я на чебуреке грешила. Французы говорят, чтобы женщина хорошо выглядела, она должна спать восемь часов в день. Наши добавили, и столько же ночью. Одна девчонка, перечитавшись модных журналов о пользе похудения, затем в офисе выдала. Тут написано, что для похудения нужен уголь. Так я не поняла, жрать или разгружать? Одна нехрупкая дама, которая всю жизнь безуспешно борется с лишним весом, выдает отличный комментарий на этот счет, коронная фраза. Девочки, вы знаете, что такое депрессия? Это когда надеваешь обруч, а он тебе как раз. Мы знаем не понаслышке. Женская логика способна одной фразой всех ввести в ступор. На свадьбе гости знакомятся друг с другом, подходят к одиноко стоящей девушке, спрашивают, скажите, а вы со стороны жениха или со стороны невест? Ответ, я подруга жениха на стороне. Но главный фейерверк происходит, когда две женские логики разговаривают друг с другом. Одна подруга звонит другой. Ты что сейчас делаешь? Ничего не делаю. Ты же вчера это делала. Не доделала. Еще один из моих любимейших диалогов. Две недели лупила кота за лужу в туалете, оказалось, бачок протекал. Вторая. И правильно лупила? За две недели мог бы и починить. Она просто гениально усваивает, конечно, женская логика. Жена пишет мужу записку. Ушла лечить нервы. Буду поздно и пьяная. Это как продолжение предыдущей. Это моя самая любимая фраза. Ну подумаешь, легла нераздетая. Зато похмелье встретила нарядная. Признаемся, мужчины, мы же иногда боимся женской логики. Знаете, почему я с некоторых пор стал бояться ходить по супермаркетам? Потому что однажды услышал страшную фразу от девушки-продавца. Аня, пробей мужику печень. Так бывает. Они поссорились. Она ушла. На следующий день пишет мужу смс. Пошла туда, куда ты меня послал. Веду себя так, как ты меня назвал. И думаю, чего я тебя раньше не слушала? Говорят, женская дружба это лучшее название для фильма фантастики. Да нет, она есть. Просто нам, мужчинам, ее не понять. Лучшая подруга. Звонит другой лучшей подруге. Ира, ты представляешь, мой вчера пришел под утро пьяный, наорал на меня, наорал на детей и сказал, что пошел к проституткам. Он не у тебя? И последняя капля. Друг говорит, звоню жене на мобильной. Долго не подходит? Ну, очень долго. Наконец снимаю трубку. Я спрашиваю, ты почему так долго не подходила? Мужчина, вы сейчас даже не пытаетесь предугадать направление ответа. Бесполезно. Ты почему так долго не подходила? Я под звонок танцевала. Милая дама, судя по вашей реакции, танцуют все. Мы мы с нетерпением будем ждать новых историй. Только не быстро. Мы записываем. Спасибо за внимание. Поскольку речь у нас пойдет о свадьбе, о женитьбе, о женихе, я рассказываю такой анекдот. Приходит муж домой в Дребадан пьяный и говорит, ты не поверишь, мы так нафигачились на свадьбе у Коляна. Она говорит, поверю. сними фату с башки, придурок. И все это для вас исполнит артист, у которого больше, чем талант, только его нос. Карен Аванесян. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну как они меня все достали, а? Тебе уже 50, а ты еще не женат, когда наконец женишься? Ну правда недавно нашел одну претендентку. Умница, красавица, хозяйка хорошая недавно приготовила крабовый салат. Я говорю, дорогая, слушай, что это за крабовый салат, если в нем нет ни одного краба? Она говорит, а что, в греческом салате есть греки? Курорты признает только с двойными названиями. Баден-Баден, Монте-Карло. Ну, думаю, раз любит с двойными названиями, купил ей путевку в Талды-Курган. А недавно пришла и заявила, я хочу, чтобы свадьба у нас была экстремальная. Я говорю, дорогая, тебе что, мало того, что ты за меня замуж выходишь? Она говорит, мало. Я хочу, чтобы мы с тобой поженились под водой в аквалангах. Я говорю, дорогая, армяне в воде не размножаются. Посмотри внимательно на мой нос. Где я найду такую маску, чтобы он в ней полностью поместился? Для моего носа отдельный акваланг нужен. А в скафандр не влезет мой кавказский темперамент. Ну и потом, представь, если наши гости захотят потанцевать, то с берега подумают, что всплыла стая лохнесских чудовищ. Он говорит, слушай, а может быть, мы, мы поженимся на небесах и оттуда с парашютом прыгнем вниз? Я говорю, дорогая, я знаю, что все браки заключаются на небесах. Но зачем туда являться лично? Допустим, я впихну в самолет 200 гостей с подарками, с шашлыками, с оркестром. Допустим, мы даже взлетим. Но ты же знаешь нашего дядя Гургена? Он станет приглашать в гости все встречные самолеты, вертолеты, дирижабли. А всем гостям устроит затяжной прыжок с танцами, песнями, как требует наш обычай. И я не уверен, что у твоей мамы раскроется парашют. Она говорит, ты подал мне гениальную идею. Мы, мы поженимся в космосе на орбитальной станции. Я говорю, подожди, подожди, дорогая, и как ты представляешь первую брачную ночь? Слушай, какой интим. Это настоящий репортаж о стыковке. Земли командуют. Левее, правее, вверх, вниз. 200 человек следят. Чтоб я не промахнулся. Измени, дорогая, но мой стыковочный узел такого не выдержит. Она говорит, ну, ну, давай поженимся в пустыне. Я говорю, нет, там много ядовитых змей. Они все сползутся к твоей маме для обмена опытом. Она говорит, ну, а может, мы поженимся на Северном полюсе? Я говорю, дорогая, там очень холодно. Ну, хотя бы на один день. Дорогая, я говорю, там день длится полгода. Я не смогу столько ждать первую брачную ночь. Она говорит, ну, а что ты предлагаешь? Я говорю, я предлагаю сыграть самую экстремальную свадьбу прямо на съемках Измайловского парка. И тогда весь зрительный зал будет нашими гостями. А у нас будет самый дорогой подарок. Аплодисменты. зрителей. Давайте поговорим немножечко о юморе. Я хочу вам сказать, что они, иностранцы, никогда нас не поймут. Ни как мы живем, ни как мы отдыхаем, ни как мы работаем. И юмор наш они никогда в жизни не поймут. Что там говорить о дальнем? Ближний-то нас не понимает. Один кавказец говорил, это русский язык, у них такой сложный, такой сложный русский язык, у них. Настя это девочка. А не Настя это плохая погода. Но действительно, нам трудно друг друга понять. Вот, приезжал к нам профессор из Америки, словист, естественно, специалист по русскому языку, лекцию читал в университете, сыпал поговорками, пословицами, среди прочего, сказал, что оказывается, в русском языке есть такая особенность, что двойное отрицание означает утверждение. Но не бывает такого, чтобы двойное утверждение означало отрицание. И друг из аудитории мужской голос произнес, ага, конечно. У меня есть друг, Джозеф его зовут, он изучает русский язык, подолгу живет в Москве, прилично знает русский язык, но какие-то простые вещи ставят его в тупик. Он, например, на улице услышал такое выражение уличное «закрой хлебала». Он, конечно, ничего не понял, обратился ко мне, я ему говорю, понимаешь, хлебала — это старинное русское слово от слова хлебать, а само выражение означает замолчи. Он подумал и сказал «Значит, я говорю хлебалом, а ем говорилом». Ну, сообразил все-таки, да? Вы знаете, мы с ним пошли в кафе. Ему очень понравились наши пирожные эклер. Он съел пять штук. Когда он потянулся за шестым, я ему сказал «А фейс не треснет, Джозеф?» А они же иногда буквально понимают то, что ты им говоришь. Он говорит «А почему ты мне сразу не сказал, что от этих пирожных у меня может треснуть лицо?» Ну, или, допустим, какой иностранец может понять то, что у нас три выражения «дал дуба», «отбросил коньки» и «обнял Кондратий» означает практически одно и то же «сыграл в ящик». Мой Джозеф на улице увидел двоих людей. Они стали разговаривать. Один сказал «Да пошел ты!» Второй сказал «Сам туда пошел!» И Джозеф никак не мог понять, почему они, договорившись куда-то идти, так никуда и не пошли. Но зато иностранцы, изучая русский язык, иногда понимают такие вещи, к которым мы уже привыкли и совершенно их не замечаем. Ну, например, вот этот мой Джозеф услышал детское стихотворение «Баба шла, 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 пирожок нашла, села, поела, опять пошла». И он с ужасом меня спросил «Что же она, вот этот пирожок съела, даже не помыв руки?» Я говорю «Я тебе больше скажу, она этот пирожок нашла на дороге и тоже его не помыла». А в другой раз, в другой раз он услышал песню, ну, нашу обычную, все песни эту знают. Значит, песня звучит так, это «По диким степям Забайкаля, где золото ищут в горах». И он совершенно естественно спросил «Так где же у вас все-таки ищут золото? В степях или в горах?» А мы же никогда этого даже не замечали, что это противоречит одно другому, правильно? Ну, что сказать, конечно, русский язык учит сейчас во многих странах, особенно в тех, где мы бываем на отдыхе, да? Ну, например, в Турции только и слышишь «Кожа, кожа, Наташка, заходи!» То ли кожу хочет продать, то ли Наташку купить. Вот была одна ситуация. Приехал кавказец в Турцию, а уже таксисты там и нахватались русских слов, он сел в такси, и таксист ему говорит «Как деля?» Кавказец говорит «Потому что». Нет, мы, конечно, тоже изучаем, и все равно никто так и не научился говорить ни по-английски, ни по-немецки, ни по-французски. У нас, например, одна делегация кинематографистов ездила в Италию. Руководитель не знал итальянского языка, спросил у знающих людей, как будет по-итальянски, сколько стоит. Ему сказали «Кванта Коста». Он два дня учил эти два слова, на третий вошел в ювелирный магазин и сказал «Коза Ностра». Через 15 минут его выводили уже из магазина в наручниках. И через переводчика-то мы порой друг друга понять не можем. Вот, например, была такая ситуация. В купе ехали три человека. Американец. Его переводчик тоже американец и наша девушка. Американец искал свои тапки и никак не мог их найти. И говорит переводчику «Спроси ее, не брала ли она мои тапки?» Переводчик перевел девушке этот вопрос. Она сказала «Нужны они мне?» Переводчик перевел в другую сторону. Она говорит, что они ей нужны. Американец подумал и сказал «Ну тогда пусть заплатит?» Переводчик перевел в ту сторону «Пусть заплатит?» Она сказала «Здравствуйте, я ваша тетя!» Переводчик в другую сторону перевел. Он сказал «Она говорит, что она ваша родственница!» Американец подумал и сказал «Скажи ей тогда пусть хоть половину заплатит?» Переводчик перевел. Девушка сказала «Хрен ему!» Переводчик перевел в другую сторону. Она говорит, что она готова заплатить, но только продуктами. Видите, даже с переводчиком у нас порой ничего не получается. Но мы сейчас довольно часто бываем за границей и поэтому у нас даже фольклор какой-то образовался по поводу наших взаимонепониманий с иностранцами. Ну, например, значит, все отлично знают, что наши люди пьют так, как нигде в мире, причем не пьянее. Один немец пытался пить с нашим. Когда наш вытащил третью бутылку, немец сделал вид, что он умер. Один немец вернулся в Германию от нас, его спросили, видел ли он там пьяных в России? Он сказал, нет, не видел. Меня как утром угостят, так я весь день ничего уже и не вижу. во Франции был один наш человек из Сибири, его говорят, вы из Сибири? Да, из Сибири. А говорят, у вас там по дорогам бродят медведи. Он говорит, врут, нет там никаких дорог. И юмора нашего они никогда в жизни не поймут. Вот сколько бы не учили язык, все равно не поймут. Я рассказал Джозеф анекдот простой, но, по-моему, симпатичный анекдот. Два человека разговаривают, один говорит, ничего не боюсь, две вещи только боюсь, темноты и стоматологов. Второй говорит, ну, стоматологов я понимаю, а темноты-то почему? Он говорит, а знаешь, сколько в темноте стоматологов? Джозеф не улыбнулся. Он мне позвонил через две недели из Америки и сказал, я по поводу анекдота. скажи, что у вас стоматологи все работают в темноте? Вы знаете, раньше как-то вот люди марки собирали, там, монеты собирали, какие-то увлечения были, там, хобби называлось это. Все. Сейчас одно хобби почти у всех. Все худеют. Вы посмотрите на артистов, там, Басков на 20 килограмм похудел. Ну, правда, они потом набираются снова. Вот. Винокур на 15 килограмм похудел. Бабкина, по-моему, на 40 килограмм похудел. Ну, все худеют. Я спросил, там, у одного специалиста, говорю, а какая диета? Говорит, диета замечательная. Ты представляешь? Им, значит, они платят 100 долларов в день, им за эти деньги весь день ничего не дают есть. И все от злости худеют, что деньги пропали. Вот. Ну, вот эту тему и продолжит у нас Святослав Ещенко. У меня есть слабость. Только вечером с женой в кровать у меня одно на уме пожрать. Ну, жена, конечно, возмущается рядом с тобой. Спать невозможно. и живот твой стонет, как динозавр во время кладки яиц. И храпишь ты не только головой. Ага. А вот, если б ты, говорит, прошел, как доктор велел, через недельное голодание, я, говорит, уже с ума сошла неделю без жрачки. А жена говорит, а вот если ты выдержишь неделю без жрачки, я не знаю, что я сделаю. Я, я выйду на балкон и громко крикну, что я дура. Знала, чем купить. Представляете, семь дней в ожидании чуда. И я дал слово неделю не жрать. Хотя мог бы тайком, но я же мужик, слово надо держать, правильно? Старт назначил на понедельник, поэтому накануне в воскресенье вечером ел всю ночь. утром встал из-за стола, от вида еды воротит, жене, говорю, тренируй связки, на балконе плохая кустика. Она мне, мя-мя-мя-мя-мя-мя. Ну и мы пошли в разные стороны. А, на работу, а я на работу. Прихожу на работу в офис, Иванов разводит доширак. Ну, знаете, это комок чьих-то извилин в тарелке. Ну, противно смотреть. Отработал легко. Домой аж бежал, представляете? Вот. Жене, говорю, надо бы балкон покрасить, люди ведь придут. Она говорит, какие люди? Я говорю, ты что, дорогая, на твоей премьере ожидается аншлаг. Я уже всех своих друзей позвал, твоих подруг и сослуживцев. Она говорит, ладно, зови кого хочешь, но имей в виду, на холодильник я установила надежную сигнализацию. Вот. Впервые в жизни я ночью спал, а не переваривал. Но во вторник утром под ложечкой засосало. Горб ожил. Ну, в которой я ел, как верблюд, да? Вот. Главное, урчит мне внутренним голосом, походи вокруг холодильника может отпустит. Я так аккуратно к холодильнику подкрался, пупок сам так хоп, и к дверце присосался. Еле оторвал, на дверце аж засос остался. я бегом на работу на углу хот-догом воняет так вкусно. В офисе Иванов разводит доширак, гадость, а как пахнет. Я чуть слюной не захлебнулся. Еле отработал, домой пришел злой, жена говорит, может котлеток пожарить? Удар ниже пояса. Где у меня там пояс-то? Я говорю, ты лучше слова учи, тебе будут руку плескать миллионы. Засунул голову под подушку, заставил себя уснуть. Снился торт со сбитыми сливками, с прослойкой из буженининой, кетчупом и горчицей, сверху розочки из пельменей и надпись майонезом по колбасе «Приятного аппетита!» Ой, еще только среда, мне уже кажется, что я ничего не вешу. Жена ехидничает, не иди пока на работу, дождись попутного ветра. Я говорю, дорогая, пломбируй, дырки в верхних зубах, билеты в портер распроданы. Кое-как доковылял до офиса, в семье не без урода Иванов разводит доширак, гадюка лапшеядная, а у меня уже слюни капают на пол с галстука, выхватываю у него тарелку и выливаю лапшу ему на голову. Был лысый, стал блондинкой. Слава Богу, вода в тарелке уже остыла. Иванов, на меня с кулаками я говорю, не приближайся ко мне, а то голову откушу. Домой пришел еле живой, рухнул на кровать не раздеваясь. Во сне я ел биштекс, но никак не мог его прожевать. Проснулся, галстук, блин, в лохмотье и жевал. Ох, это утро четверга, я качаясь мимо кухни, прошмыгнул в ванну, откусил мыло, знаете, не ожидал, такой приятный вкус. Жена с кухни орет, не ешь мыло, оно не свежее. Я еле выплюнул. А губы все в пене, пришлось побриться. В офис приполз сбешенный. Иванову компресс наглу не помог. Сидит гад, разводит доширак. Я на него так взглянул, не знаю, что он прочел на моем лице, но лапшу Иванов вылил себе наглу сам. Ох, не помню, как вернулся домой, спал в полном бреду. Утром в пятницу жена меня еле разбудила. Вставай, отпусти холодильник. Он и так чистый, а ты его уже два часа облизуешь. Ой, дрожащей рукой набрал на телефоне 03, вызвал скорую, чтобы побыстрее добраться до работы. Иванова на работе не было, башка у него пошла аллергической сыпью, доширакался. А я вымолил у секретарши ее обязанность наклеивать марки на конверты. Ну да, чтобы хоть немного подкрепиться. В эту ночь я спал как убитый, правда, под утро обнаружил себя стоящим на четвереньках возле кошачьей миски. Интересно, что же бы сказал академик Павлов, узнав, как у человека выделяется слюна на вискос. Жена сзади подкралась, говорит, что котик хочет кушать? Я говорю, нет, нет, котяра хочет жрать. Она говорит, ну жри, я с Мурзиком договорюсь. Но тут настало утро субботы, на работу идти не надо. Квартира напротив жарит блины. Первый этаж картошку. Крайний подъезд, второй этаж борщ варят. Соседний дом, четвертый этаж макароны с сыром. Дом в конце проспекта, пятый этаж плов. Люберцы, центр города. Иванов разводит доширан. Окружили. Я открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом, а там на отливе сидел голубь с корочкой хлеба. Долго я сжимал в руке перья из его хвоста. В ночь субботы на воскресенье поймал зубами комара. Первый раз в жизни попробовал дичь. Уснул почти сытым. В воскресенье проснулся как можно позже и весь день сидел перед часами считал секунды. Ровно в полночь увидел свет в конце холодильника. Очнулся ни дома, ни иначе, думаю, в раю. Вокруг белые ангелы поют так задушевно. Ставьте капельницу наполняйте клизмы. Мы его теряем. Рядом жена сидит, держит меня за руку и плачет. Я спрашиваю, дорогая, я съел что-то? Она отвечает, ты съел все-то. Все, включай муку, специи, крупы, сырые яйца со шкарлупой. Ты выпил весь уксус и постное масло. Милый, зачем же я уговорила тебя голодать? Какая же я дура! Вот видите, я все-таки не проиграл, да? Но, надо сказать, особо не выиграл, потому что жратвы-то в доме не осталось вообще, а зарплата только через неделю. святослав ещенка. В детстве у этого писателя учительница на уроке спросила, а кто написал слова одуревши в доску, как жену чужую обнимал березку? Мальчик ответил Буратино. Естественно, правильно? Все засмеялись в классе, ему это так понравилось, он каждый день стал шутить и все стали смеяться. И дошутился до того, что стал писателем-юмористом, больше всего дошутился до того, что сегодня выступает у нас в Измайловском парке. Алексей Щеглов. Встречайте его! Я в одном журнале прочитал, что у мужчин в период с 35 до 50 лет наступает кризис среднего возраста. Я как раз нахожусь в этом возрастном промежутке и я решил выяснить, что это такое и как с этим бороться. Кризис среднего возраста это когда мужчина понимает, что половина жизни прожита, а цели, которые он когда-то наметил, не достигнуты. И у мужчины наступает депрессия. Одного мужчину женщина пригласила домой, зажгла свечи, включила музыку, стала перед ним танцевать, страстно прошептала «Скажи мне, что ты хочешь, я все сделаю». Он посмотрел на нее, говорит «Свори, что ли, пельмешки?» Другой мужчина поднимался по лестнице, почувствовал одышку. Понял, что здоровье уже не то. Сказал «Все, надо заняться спортом, пойду качаться». Ушел. Через два часа жена прибегает «Вася, хватит качаться, перед людьми стыдно, слезай с качелей». В период кризиса мужчина становится вялым, рассеянным. Жена попросила мужа купить ей в аптеке лекарство от аллергии «Ломелан». Муж говорит «Запиши, я не запомню». Жена «Да запомнить очень легко. Ло, Милан, лошадь из Милана». Муж приходит в аптеку. «А у вас есть коза из Магадана?» Другая жена говорит мужу «Я тебя утром просила ребенка в садик отвезти и мусор вынести на помойку. Ты все верно сделал?» «Да, а что?» Воспитательница звонила «Ты принес мешок с мусором и сказал «Вечером заберу». В этот нелегкий для себя период мужчина часто ищет утешение на стороне. Один мужчина пришел к любовнице и давай жаловаться. Вот, я работаю в офисе, а ведь когда-то я хотел стать космонавтом. Я всю жизнь мечтал летать. И тут вернулся муж любовницы. И мечта мужика сразу сбылась. Он полетел с балкона. Во время возрастного кризиса мужчина ощущает потребность в острых переживаниях. Его тянет на экстрим. Один мужик лежал на диване, никуда не ходил, и вдруг понял, что в его жизни не хватает адреналина. Взял и съехал с крутой горы на лыжах. И все в порядке, лежит дальше на диване, никуда не ходит. Ну, куда в гипсе-то пойдешь? Мужчина становится подозрительным, ревнивым. Ему кажется, что его перестали любить. Когда жена уснула, муж взял ее телефон и в записной книжке обнаружил контакт любимый. Муж набрал контакт, ожидая, что сейчас зазвонит его телефон. Вместо этого в трубке раздался заспанный мужской голос. Алло! Муж, ты кто такой? Я тебя, гад, найду, я тебе ноги поотрываю. Голос из трубки. Меня зовут Эдуард любимый, я парикмахер-стилист, задолбали вы уже все. В период кризиса мужчина хочет доказать себе, что он еще имеет успех у женщин. Один знакомый сидел в кафе, к нему подошла молодая девушка и оставила салфетку с номером телефона. Он приободрился, понял, что он еще в хорошей форме, звонит ей на следующий день. Здравствуйте, это Анатолий, вы вчера оставили мне свой телефон. Здравствуйте, Анатолий, наша фирма предлагает вам прекрасное средство от облысения. Другой мужик шел поздно вечером домой, видит в темноте какие-то девушки стоят, хихикают, решил тряхнуть стариной, подошел говорит, девчонки, как вы отнесетесь к взрослому, одинокому мужчине при деньгах, который подарит вам незабываемый вечер. Голос из темноты, пап, ты дурак? В общем, возрастной кризис не щадит мужиков, и многие мужчины топят депрессию в алкоголе. Один мужик сидел в баре выпивал, к нему подсела женщина, говорит, не хотите ли выпить у меня дома? А что у вас есть? Я предложу вам напиток, в котором столько градусов, сколько мне лет. Мужик, я спирт не пью. Во время кризиса мужчина становится непредсказуемым, его все время тянет на безумство. Один мужчина приехал к женщине, встал под окнами с гитарой, спел серенаду, потом кричит «Оксана, я люблю тебя, выходи за меня замуж!» Во двор выбежало три Оксаны, одной восемнадцать, другой тридцать пять, третий семьдесят шесть. Потом вышла еще одна Оксана, устроила скандал. Мужик говорит «Да ты ж сама хотела романтику!» Она ему «Придурок, у меня окна на другую сторону выходят!» Мужчине хочется, чтоб его уважали. Хочется быть примером для своих детей. Один говорит своему маленькому сыну «Сынок, я хочу, чтоб ты вырос настоящим мужчиной». Пап, а это как? Это значит быть сильным человеком, который любит, охраняет и заботится о своей семье. Сын говорит «Здорово, я хочу стать настоящим мужчиной, как мама». Многие женщины интересуются, как помочь мужчине преодолеть кризис среднего возраста. Одна говорит «У меня есть стопроцентный рецепт. Я подхожу к мужу, нежно целую его в щечку и спрашиваю «Милый, у тебя кризис?» Он говорит «Нет, что ты, никакого кризиса, все хорошо. Значит, ты не будешь психовать, вести себя как дурак, думать о других женщинах. Милая, ну что ты, какие женщины? Ты у меня одна единственная, любимая, нежная, неповторимая, положи ружье, пожалуйста». В общем, дорогие мужчины, если после сорока вас жизнь не радует, знайте, что лучшее лекарство от возрастного кризиса это любимая жена, любимые дети, любимое дело. А если вас жизнь не радует после пятидесяти, плесните себе еще пятьдесят. Дорогие женщины, любите своего мужчину, поддерживайте его во всем. И даже если он последний раздолбай, называйте его гением, и вы никогда не узнаете, что такое кризис среднего возраста. Который может на эстраде практически все. Он может читать монологи, он может рассказывать репризы, он может вести конферанс, он может петь куплеты. Я даже не знаю, что он не может делать. Одним словом два слова. Евгений Петросян. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Один мой знакомый поставил себе на телефон в качестве звонка крик Маши Шараповой когда она играет в теннис. Судя по вашей реакции, вы уже поняли, что там происходило. Допустим, ему звонят, а у него вместо делинь-делинь раздается. 25 вариантов. А у нашего директора был день рождения. И мы всем учреждением скинулись ему на телефон. И я, пометуя идеи моего приятеля, прямо в магазине загрузил ему в телефон крик Машеньки Шараповой, который играет в теннис. Вручили мы телефон директору, он буркнул спасибо, он у нас человек деловой, и тут же заработал. Вызвал к себе главного инженера Тарасова и заперся с ним в кабинете. Люди сидят, делают свое дело, ни о чем не думают таком особом. И вдруг из кабинета директора раздалось. 25 вариантов. Но я-то знаю, в чем дело, остальные же не в курсе. Нина Петровна так удивленно сказал, ничего не понимаю, я же вроде тут. Жуков ей сказал, Нина, у тебя совсем другой звук. Нина Петровна поперкнулась и застыла, как лошадь под маршалом Жуковым. Одним словом, сотрудники нашего учреждения хихикали, комментировали эти охи и ахи из директорского кабинета. Очень им было весело, пока из кабинета не вышел главный инженер Тарасов. Народ остолбенел. Тем больше Тарасов был весь раскрасневшийся и всклокоченный. Громко сказал, ну что делать? провинился, получил. А с нами по-другому нельзя, товарищи. Никак. Никак. Ну, я-то знаю, в чем дело. А народ притих. В нашем учреждении произошли неимоверные видоизменения. Все, не сговариваясь, дружно, вместе, одновременно, начали работать. чайники повыбрасывали. И бухгалтерия за 20 минут сделала годовой отчет за 2014, 15, 16 годы включительно. Уборщицы мыли окна впервые за 300 лет. Мы увидели улицу. Весь коллектив бросил пить, а сторож Шубин наоборот вылакал бутылку, закурил, закинул ногу на ногу и загадочно произнес. Чему бывать, того не миновать. Уж побыстрее бы он меня сориентировал. Надоела эта неопределенность. А тут комиссия из Москвы к нам приехала, сели в приемный, сидят, ждут. И в это время опять раздалась из кабинета. 25 вариантов. Комиссия рассердилась. Что? Как? В рабочее время? Секретарь говорит, а когда же еще? У нас традиция. Пришел на работу, получи. лысый из комиссии говорит, интересненько, ясненько. Уборщица Грунькина говорит ему, что у тебя ясненько, обормок. Директор работает. Собрал этих инженеров цехов и объясняет им, что с ними будет, если они не выполнят годовой план. этот лысый говорит, странный способ воздействия. Грунькина говорит, а нам нравится. Идем на работу, как на праздник. Надеваем на себя все новое. Вот только комиссии замучили. Ну, ничего, ничего, я сама слышала, сегодня директор звонил жене, сказал, ночью меня не жди, комиссия приезжает. Буду с ними до утра, пока они шевелиться не перестанут. Комиссия шапки похватала и на утюг. Лысый, правда, вернулся, нам по секрету сказал, вашего директора, будем забирать в Москву. Пусть он у нас там в министерстве порядок наведет. в министерстве Общаются двое. Один говорит, а я вообще, когда выпью, вообще никого не боюсь. Он говорит, даже жены? Не, ну настолько я ни разу не напивался. Ну, вот этот анекдот я услышал однажды, когда на сцене стояла молодая, симпатичная актриса. Причем она так смачно рассказала этот анекдот, что я пошел с ней знакомиться. И потом даже несколько номеров ей написал, она хорошо с ними выступала. Ну, что вам сказать, у нас ведь юмористок, женщин вообще очень мало. Практически раз, два, три, четыре и обчелся. Ну, вы догадываетесь, кто эти четверо, да? Сегодня из этой четверки у нас заслуженная артистка России Светлана Рожкова. Я вообще-то на заводе работаю. Штамбовший царь. Ну, что, ну не только я работаю, это целый коллектив у нас. У меня даже сменщик есть. Дядя Женя. Такой мужик-то вообще-то. Ой. Ходячий анекдот этот дядя Женя. Вот так вот с ним штампуем. Помаленьку. Вот в прошлом месяце на премию наштамбовали. Ну, что, ну премию-то, конечно, не дали. Короче, послали нас. Ну, куда послали? В экскурсию послали. Далеко. В Англию. Все за водку платил, все за водку. Мы с дядей Женей вот две копейки не заплатили. Да, правда, потом четыре месяца без зарплаты работали. Вот так вроде-то за бесплатно в Англию поехали. Ай, ну что, ну не сразу поехали. Муж меня не сразу отпустил. Говорит, что тебе в Англии делать? Что, дома сиди? Борщи вари. А потом, когда узнал, что от завода за бесплатно, она говорит, да ты что, да такое раз в жизни бывает, да поезжай. Ну, в общем, мы с дядей Женей рванули. Вот сейчас приехали, вот столько впечатлений, у того вообще-то, я не знаю, ой, даже не знаю, с чего начать. Ну, если вы меня спросите, вот, Зина, скажи честно, вот честно скажи, что тебе больше всего в этой Англии понравилось, люди? Я не буду врать. Мне лично больше всего английская таможня понравилась. Как же меня там тщательно обыскивали. Вот прямо-то... Ой, если бы нас на проходной так обыскивали, я вообще не работала. Только ходила через проходную туда-сюда. Это с такими обысками можно замуж не выходить, это ей-богу. Ой, полтора часа счастья. Вот меня полтора часа обыскивали, а дядю Женю так пропустили. Я не поняла, он фамилию назвал, прошел, все. Ну, а чего его обыскивать-то, дядю Женю-то? Меня-то понятно, а дядю Женю-то, ой. У него на завтрак три головки чеснока, на обед пять. Так и прорвался за кордон, Змей Горыныч. Ой, ну вот вышли с таможни, свободное время. Дядя Женя говорит, Зина, ну куда пойдем? Я говорю, ой, дядя Женя, хочу в магазин. Вот мечтала, в магазин хочу. Пойдем, а английского чаю купим. Вот говорят, в Англии самый лучший чай, пойдем. Он говорит, да пойдем. Ну все, пошли. Пошли. Один магазин прошли, второй магазин прошли. Пятый магазин. Я вот своими глазами видела, люди, я бы никому не поверила. Нету в Англии хорошего чаю. Вот вообще ничего нету. Ни принцессы Нурии. Ни майского чаю. Ни беседы в пакетиках. Нету ничего. Да вообще вот тут не унесет, а вот через левое ухо. Пока по магазинам ходили, там проголодались, дядя Женя говорит, ой, ресторан. Все, зашли в ресторан, все, расположились. Опять 25. В ресторане в Англии нельзя со своей едой. Я этому официанту спокойно по-русски говорю. Я говорю, ты понимаешь, я бы вашей еды поела. Ну у вас же нет исконно русской еды. Лапши дошарак. А он не понимает, глазами блым-блым. И вот руками мне, вот уходи, нельзя и все. Вот намучилась, вот и еле поела. Вот неудобно было. Неудобно. Одной рукой дошарак цепляю, другой официанта отгоняю. Да, иногда и путала дошарак с официантом. Вилкой его тыкну, он вершит, как тыкнутый. А в гостиницу привезли. Это отель по их ему. Вот и привезли в гостиницу, всех нас построили. Ну это сидит, переписывает кому какую комнату. А дядя Женя, он же ему покурить же ему надо. Он говорит, ты что, у меня вот такие вот ухи, я покурить должен. Ну посмотри за вещами. И все, и ушел. Я еще ни да, ни нет, он уже ушел. Все. А я думаю, а как я смотреть-то буду? Как смотреть буду? Вот его вещи стоят, вот мои, как смотреть? Пока за его буду смотреть, так мои попрут. Ну что, я легла на них, все, лежу. Все, граница на замке. А тут наша старшая меня увидала, говорит, ты что делаешь? Я говорю, я за вещами смотрю. Она говорит, ты что, ты что делаешь? Это же Англия. Здесь нет воровства, встань. Я встала. И только я встала, какой-то мужик, хватит мои чемоданы и попер. Я его в два прыжка догнала. Мордой в пол, руку заломала. А эта, которая нас переписывала, величит. Ой, зепартье, зепартье. Я так поняла, что порчен у них какой-то. Ну что, отпустил его пенделем? Он потом меня как в гостинице увидит. Беги, другую в гостиницу прячется. Ой, я в гостинице. Это вообще, это не для людей. Там же жить нельзя. Там же все на электронике. Я это сразу поняла. Что ничего не надо пальцами тыкать. Вот так зашел в номер, переночевал на коврике. Все, жив-здоров. Ой, ну такая страна-то вообще. Не знаю, ну. Ой. Повезли нас в торговый центр. Там какие-то гуляния. Ой, сколько там знаменитостей. Ой, ну. Я там даже английскую королеву видала. Вот. Вот не брюшу. Вот как тебя. Вот я зашла, она стоит. И главное, на меня смотрит и улыбается. Она мне улыбается, а я ей улыбаюсь. Вот. Вот такая женщина простая. Я с ней три часа говорила. Три часа до тех пор, пока наша старшая не подошла и не сказала, что музей восковых фигур закрывается. Я ничего не потратила. Все домой привезла. А куда там тратить? Чаю хорошего нету. Сувениры. Так я все с гостиницы взяла. Ну там же все для нас уже упаковано. А дядя Женя все растранжирил. Напротив в магазине распродажа была. Так он там купил эту лодку резиновую надувную. Эту дуру домой привез. Надул. Она с головой, с руками, с грудями. Колышутся на волнах. Типа давай прокрачу. Дядя Женя вроде как рванул. А тут жена с половником контузила его. Ой, так и хочет теперь контуженный. Да, по шею гипси и ходит. Вот так вот съездили в Англию. Зато у нас дядя Женя в душе азарт в путешествии проснулся. Прям такой азарт. Аж пятки зудят. Жду, когда всего гипс снимут. Во Францию рванем. В Париж. Я уже все посмотрела, что там интересного. Эфелева башня. В Устрице. Да, эти рестораны. Ай, дядя Женя про Эфелеву башню услыхал. Прямо аж затрялся. Я говорю, ну ты что, это же моя мечта. Я же с детства мечтал залезть на эту башню и сверху плюнуть. Так что поедем. Злохматим Европу. Подышим Шанелью номер пять. Ну а заодно, можете узнаем. Вот что из этой французской красоты? И этот ихний депардье к нам жить приехал. Светлана Рожкова. Он автор двенадцати книг, немористических сборников. Он дважды лауреат премии «Золотого теленка» литературной газеты. Это Москва. Он лауреат премии «Золотой Остапь». Это Санкт-Петербург. А в городе Иркутске его выбрали королем юмора. Причем в очень хорошей компании. От театра был выбран королем юмора Михаил Светин. От эстрады королем юмора был выбран Роман Карцев. От литературы Анатолий Трушкин. Записался в клуб знакомств. Кому за семьдесят. А куда денешься? Одному тоска жуткая. Главное поговорить по душам не с кем. Ну и плоть страдает. Немытый, мятый, полуголодный. Записался. Пятьдесят рублей взяли. Старухи как подорожали. Сказали, зато дед может встретишь свое сокровище. Клуб открыт с шести до восьми вечера. Потому что после восьми многие засыпают. Пошел в тот день, когда по телевизору трансляция «Спартак-Зенит». Пожертвовал удовольствием. Пришел в большой зал. Музыка играет. Буфет работает. Лимонад, печенье, валидол. Стулья вдоль стен. На каждом сидит по сокровищу. В углу санитар. Мало ли что. Вдруг ответит взаимностью. Инфаркт и готов. У санитара рупор имеется. Если она или он окажутся глуховатые. Там на все случаи жизни. Рупор, памперсы, клизмы. Сокровища одеты, кто победнее, кто побогаче. Но все в валенках, свитерах. Короче, посмотрел на них. И так жалко мне стало. Пятидесяти рублей. Поговорил с санитаром. Он сказал, деньги не вернем, хоть убейте. Сидят все, разговаривают. От изобедренных суставов. Тромбах. Двухстороннем воспалении легких. Музыка оборвалась, лектор вышел. Прочитал лекцию о потере памяти. Хорошо читал, но сам тоже старенький. К концу забыл, с чего начал. Стал рассказывать о пользе контрацептиву. Только нагнал тоску. Пол седьмого начались танцы. Пригласил одну. Небольшую, чтобы в случае чего меньше уходило на еду и одежду. Танцует она плохо. Хуже меня. А главное, черт знает о чем с ней разговаривать. И тут она сама заговорила, знаете, что интересно, вы не поверите, вчера давление у меня было 160 на 90. Думаю, зря связался. Больная. И поговорить, кроме давления, не о чем. Но сразу оборвать связь с дамой нехорошо. Тем более ей уже три раза на ногу наступило. Чтобы сгладить разрыв, решил сказать ей комплимент. Говорю, как вас зовут-то? Нимфа. Она говорит, Иван Федорович. Хорошо музыка кончилась. В рекламе у них написано, никогда не теряйте надежду, аферисты. Сейчас бы я где-нибудь в шашлычной на 50-то рублей. Тут санитар объявляет белый танец. Меня пригласила женщина средней комплекции. Танцует хорошо, но очень активная. Без здрастия, без как вас зовут, сразу говорит, какая у тебя пенсия? Думаю, какое твое дело? А у меня хорошая пенсия. Поэтому танцую, но молчу. Может, она хочет сложить вместе свою маленькую пенсию с моей большой. Она опять, ну все-таки старик, скажи, какая у тебя пенсия? Говорю, вы лучше скажите, вы готовить умеете? Умею, но сама шоу сготовлю, не ем. Почему? Не могу. Говорю, пенсия у меня 2000 рублей. Ее как ветром сдуло. Какие есть практичные старушки. Настроение в конец испортилось. Захотелось купить вина хорошего, закуски дорогой. Всего рублей на пятьдесятку. И навсегда забыть вообще обо всех старухах. Все равно не найти такую, чтобы мало ел и много работало. Еще потом два танца станцевал. Одна готовит хорошо, но стирать ей врачи запретили. Вторая и готовит, и стирает, но не гладит. Нельзя утюг поднимать. Тоже мне не годится. Двинулся домой. На выходе столкнулся с одной женщиной. То есть как столкнулся? Она ростом чуть выше меня, но зато раза в три потяжелее. Это она столкнулась. А я просто отлетел метров на пять в сторону. Смотрю на нее с той стороны, куда отлетел, и одна мысль в голове. Хорошо, что не взял с собой револьвера. Хорошо, что у меня вообще его нету. И тут она говорит. Извините, ради бога, я на матч опаздываю. Спартак-Зенит. Совсем забыла, что сегодня трансляция. Вы, говорю, разве футбол любите? Обожаю. А готовить, стирать и гладить? Обожаю. Говорю, а у меня пенсия очень приличная. Но я далеко живу, не успею на трансляцию. И вообще поговорить о футболе или еще о чем-нибудь душевном не с кем. А я рядом живу. Идемте ко мне. Ребята, никогда не теряйте надежду. Даже если вы ходите в клуб, кому за 120. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ